Вы наверняка задались вопросом, почему эта камера выезжает и вообще, что это за смартфон? Знакомьтесь, это Phantom X2 Pro, первый флагман компании Tecno. Бренд может быть знаком вам по среднебюджетным устройствам. Теперь же производитель решил конкурировать в более высоком сегменте. Получилось ли у него? Сегодня разберемся. К нам попали в руки целых два девайса. Не только Phantom X2 Pro, но и обычный X2. Оба смартфона представляют флагманскую линейку компании. В этом ролике мы посмотрим, насколько удачными они получились и узнаем, чем Tecno попытаются нас удивить. Есть вопросы? Будут ответы. С вами Митя Иванов, это Droid. Погнали! У обоих смартфонов действительно флагманские характеристики. Много быстрой оперативки, свежий и производительный чип, большой и плавный дисплей. Но самое любопытное тут выезжающая камера Phantom X2 Pro. Ее объектив выдвигается на пару миллиметров, но только когда он нужен. В остальных случаях он прячется в тонком корпусе. Причем тут предусмотрели и защиту от дурака. В случае, если надавить на камеру пальцем, объектив быстро задвигается внутрь, а на смартфоне всплывает уведомление, нужно ли выдвинуть камеру снова. Согласитесь, могут быть случаи, когда забываешь выключить камеру и сразу кладешь смартфон в карман. Ну или роняешь его. В этом случае можно не волноваться за этот выдающийся элемент смартфона. С другой стороны, из-за выдвижной конструкции тут нет защиты от пыли и влаги. Впрочем, и у X2, у которого нет выдвижной камеры, такой сертификации также нет. Еще одна особенность портретного модуля — высокая светосила. Значение диафрагмы составляет f1.49. Благодаря этому смартфон умеет делать естественное боке без программных алгоритмов. Эквивалентное фокусное расстояние объектива составляет 65 мм, то есть изображение будет приближено в 2,5 раза относительно основного модуля. Таким образом, пропорции будут более правильными. Однако, портретная камера — не единственный козырь в рукаве Tecna. Так как это флагманская линейка, то и железо здесь соответствующее. В основе обоих смартфонов лежит восьмиядерный чип MediaTek Dimensity 9000 5G. Внутри компоновка из четырех энергоэффективных ядер Cortex-A510, трех производительных Cortex-A710 и одного мощного Cortex-X2. За графику отвечает видеоскоритель ARM Mali-G710MC10. Работает процессор в паре с быстрой оперативкой LPDDR5X. Объем зависит от модели — 8 ГБ у X2 и 12 ГБ у X2 Pro. В обоих случаях этого хватает для повседневной многозадачности. Приложения не выгружаются из памяти, даже если запустить несколько игр. Если вдруг этого объема оперативной памяти не хватает, его можно расширить еще на 5 ГБ с помощью технологии свопа. Все благодаря быстрой постоянной памяти, которой здесь 256 ГБ. Давайте посмотрим, как это все работает в синтетических тестах производительности. Начнем с Geekbench. В однопоточном прогоне X2 Pro выдает 1237 баллов. Обычный X2 с таким же чипом набирает почти столько же — 1231 баллов. Все в пределах погрешности. В многоэдерном ситуация идентичная, но X2 Pro чуть позади с результатом 3883 балла. У X2 — 3974 балла. А вот и результаты теста Compute. Однако подобные тесты занимают совсем немного времени. Давайте посмотрим, как Dimee ST9000 в этих смартфонах ведет себя под долгой нагрузкой. Запускаем получасовой стресс-тест. И вот тут смартфоны себя ведут чуть по-разному. X2 Pro показывает себя более уверенно, хотя и сбрасывает мощность до 80% уже на пятой минуте. Но потом немного стабилизируется. Обычный X2 не только захлебывается в этот же момент, но дальше продолжает тянуть 80%, а на 12-й минуте и вовсе мощность падает к 70%. При этом, что любопытно, по средней мощности результаты одинаковые — чуть больше 250 гипс. А теперь другой тест — CPDT. Проверим память смартфонов. Память здесь действительно быстрая. Постоянный накопитель на обоих девайсах выдал около 715 МБ в секунду в режиме линейной записи и в среднем 530 МБ в секунду для линейного чтения. Для производительных записей и чтения средние результаты такие — 26 и 15 МБ соответственно. UFS 3.1 дает о себе знать. Оперативка тоже довольно шустрая. Скорость копирования файла в оперативную память достигла около 10 ГБ в секунду. Кстати, после всех синтетических тестов смартфоны, конечно же, нагрелись, но не критично. Одна из особенностей камня от Mediatek, о которой я еще не упомянул — встроенный сигнальный процессор Imagic 790. Как он может нам пригодиться? Дело в том, что этот компонент отвечает за обработку информации со всех сенсоров камер, а значит, от него зависят фото возможности устройства. Что же, с этим у смартфона все в порядке. Imagic 790 умеет обрабатывать 9 ГП в секунду, благодаря чему он поддерживает датчики с большим количеством МП и съемку 4К HDR видео. Кроме этого, он поддерживает RGBW сенсоры. Почему это важно? Именно такой датчик используется в Tecno Phantom X2. Это позволяет ему делать ночные снимки на уровне со старшим братом. Дополнительные белые субпиксели в RGBW сенсоре улавливают больше света, чем обычно, поэтому общая светочувствительность камеры выше. Остальные две камеры Phantom X2 на 13 Мп и на 2 Мп занимаются ультраширокоугольной и макросъемкой соответственно. У старшего X2 Pro, помимо интересной портретной камеры разрешением 50 Мп, есть еще основная камера с сенсором Samsung GN5 и разрешением 50 Мп, а также ультраширик на 13 Мп. Задействовать всю мощь Mediatek можно не только для фотосъемки, но и в играх. Все игры отлично выглядят и работают плавно не только благодаря процессору. Немалую роль здесь играет большой AMOLED-дисплей с высокой герцовкой. Здесь 120 Гц. Дисплей имеет большой запас яркости и есть режим высокой яркости. В общем, проблем на солнце и под ярким светом не будет. Также сразу отметим, что на обоих устройствах не заметили шима. Приятный бонус. Кстати, под экраном спрятан сканер отпечатков пальцев, который работает очень быстро и уверенно, но расположен он не слишком удачно. Можно было бы и повыше. Кстати, отмечу, что во время настройки смартфона и сканера отпечатков я заметил вибро. И оно тут, к сожалению, средненькое. Дребежит и не очень приятно отдает в палец. Экран диагональю 6,8 дюйма облачен в закругленный корпус из переработанного пластика. Закругление здесь — это элемент дизайна, и они есть с двух сторон. Да-да, экран — водопад. Добавим, что в прошке есть заводская пленка, а на обычном X2 ее нет. Но посмотрите, что тут по краям. Как по мне, эти квадратные вырезы выглядят, ну, очень странно. Плавные края немного улучшают эргономику девайса, но держать в руке 6,8-дюймовый девайс сложно, вне зависимости от его формы. Всего доступно по два цвета для каждой модели. Обе версии есть в звездно-сером окрасе. Вторая расцветка индивидуальна. У обычного X2 это лунно-белый, как у нас, а у X2 Pro — оранжевый. Корпуса смартфонов ощущаются дорого-богато. Они тактильно очень приятные и, можно даже сказать, бархатистые. К тому же это весьма практично. На задней стенке практически не остается отпечатков пальцев. Работают оба смартфона на фирменной прошивке HiOS, которая базируется на Android 12. В прошивке есть фирменные фичи AI Gallery и IDA Engine. Первая организует коллекцию изображений в галерее с помощью искусственного интеллекта, а вторая обещает ускорить загрузку файлов по Wi-Fi и мобильному интернету. Кроме этого, HiOS укомплектована переводчиком и сканером документов с помощью камеры. В остальном же прошивка довольно стандартная и по количеству фич не дотягивает до какого-нибудь MIUI. Но что можно сказать точно, она красивая и работает плавно. А это ли не главное в современном смартфоне? Phantom X2 и X2 Pro установлен большой аккумулятор на 5160 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. А вот без проводной технологии сюда не завезли. Мощность далеко не рекордная, но заряжаются девайсы довольно быстро. Кроме этого, 45-ваттная зарядка идет в комплекте. Ну и давайте для теста запустим видео на YouTube на 100% яркости с подключением по Wi-Fi. Такой объем вкупе с энергоэффективным 4-нанометровым доменцией 9000 дает 13 часов работы в подобных условиях. В повседневном использовании смартфонов точно хватит на день, а то и на 2 дня работы на одной зарядке. Ну и еще пару слов про комплект. В нем, кроме зарядки и провода, есть вот такой симпатичный бампер с подставкой для смартфона. Tecno Phantom X2 и X2 Pro получились довольно интересными флагманами с мощным железом и необычными камерами, особенно у старшей модели. Но без нюансов не обошлось. В то же время отметим, что экраны-водопады не такие удобные и уже выходят из моды. Да и отсутствие беспроводной зарядки трудно не заметить. Но не стоит забывать, что это первые флагманские смартфоны у Tecno, и компания обещает, что цена не будет высокой. Если так, то на фоне стоимости многие недостатки можно будет простить. На сегодня это все. С вами был Митя Иванов, это Droider. До встречи в будущем. Редактор субтитров А.Семкин